...истины, что ты владеешь истиной. Поэтому, а то говорят, а зачем вы пояс носите, вы же его не использовали, как бы... Раньше на поясе что-то носили, да, а вот вы же не используете пояс, зачем вы носите? А ангелы зачем носят пояс? Зачем ангелам пояс? Им вообще не нужен. А почему они в поясе являются? Значит, нужен Христос с поясом по грудь. Ему тоже не нужно, вроде бы, но он же... Есть у него этот пояс. То есть, значит, есть в этом большой очень смысл, припаяться с истиной. Если воин идет на войну, желание убить, то он отлучается наравне с умышленными убийцами на 20 лет. Восьмое правило Василия Великого. Но уже в IV веке ситуация меняется коренным образом. Когда христианство стало государственной религией, то церковь оказалась в неудобном положении. Царь без убийства людей не может управлять государством. Ну, правильно, как он будет управлять-то? А отлучая царя от причащения, можно испортить с ним отношения и лишиться покровительства. Поэтому, дальше цитата, поборникам целомудрия и благочестия только робко советуются три года не причащаться христовых тайн. 13 правило Василия Великого. И это правило никогда не исполнялось. А воины стали прямо благословляться. То есть там конкретно написано в этом правиле, что убивший на войне должен выдержаться три года от причасти, как имеющий нечистые руки. И этот же Василий Великий до этого говорил о 20-ти годах. 20-ти годах правила Василия Великого тоже. 20 лет. Восьмое правило. А это тринадцатое правило. Ну, чуть попозже. Потому что император со всеми поговорил. И ему пришлось крутиться. Появляются должности полковых священников. А перед боями служатся молебны. Причем тоже благочиние, в кавычках, соблюдается и при войне между собой христианские и государственные гнязи. То есть, которые себя называют христианскими, это никак не останавливается для войны. То есть, это не является поводом, чтобы война остановилась. Убийство стало благословенным, если убийца воюет на «правильной» в кавычках стране. И «благословенным» тоже в кавычках. Оставалась последняя преграда. Воевать строжайше запрещалось священникам и монахам. 83-е апостольское правило, 12-е правило Первого Вселенского Собора, 7-е правило Четвертого Вселенского Собора. То есть, уже мирянам, как бы так, уже разрешено. А монахам и священникам строго было запрещено под анафему. Но со времен преподобного Сергия Радонежского стали говорить, что и монахам можно воевать за Россию. То есть, если за Россию, то можно. Вот, в кавычках. Потому что он якобы благословил Пересветы и Ослябы воевать. Но, во-первых, нет ни одного исторического источника, подтверждающего, что он их благословил воевать. А во-вторых, если он даже и благословил, то он подпадает под анафемы апостольских правил и Вселенских Соборов, не говоря уж о Евангелии. И к 20 веку православная церковь пришла уже к тому, что стала благословлять, убивать на войне за Родину. Несмотря на то, что ею правит безбожная людоенская советская власть, уничтожающая христианство. Итак, мы видим, как далеко ушла в этом вопросе православная церковь от Евангелия со 20 столетий. Можно тут заметочку сделать? Да, и после Георгий скажет. Нам тут все известно, когда началось. Это началось с Константина Великого. В 314 году он победил Максенция и стал единым управителем всей Римской империи. А то было два, восточная и западная. И когда он победил вот этот крест на небе, и он победил его, то он стал единоличным правителем. А так как христиане были тогда в гонении, еще от различных императоров до него там, последний там этот был. Ой, как он. Ладно, потом скажу. Последний, кто там управлял. Ликини, Ликини взять его. Ликини, а до этого Диоклетиан. Диоклетиан, да. Диоклетиан. Он в 2008 году умер. Потом там... И они все вердикты выпускали о том, чтобы христиан гнали. Там убийство там и священников сначала, и христиан, и их имущество делить. И даже после говорили, христианина убьешь все имущество тебе. То есть страшные были тогда вот такие выпускались приказы, указы. И в этот момент, когда он понял, что победил-то крестом, ему надо было что-то делать, и он вердикт выпускает, который уравнял права язычников и христиан. А язычники-то заволновались. Они же злобные, а христиане как бы добрые. Ну и начались какие-то восстания. Начал он смирять их. И в конечном итоге понял, что нужно что-то одно иметь. И все. И когда успокоил, то он так и думал, что раз было язычество во всем царствовании, теперь будет христианство. И все так же останется, то есть христианское государство. И сановники все, все переходили в христианство, как приблизительно у князя Владимира Красного Солнышка на Руси. Но люди-то, они были вообще никак не возрожденные. И что отсюда вышло? Не может быть христианского государства. Церковь это не государство. Церковь это тело Христово. Церковь это никакое не собрание без Бога. Это есть сам Господь церковь. Вот в чем дело. Просто он этого до конца не понял. Еще и христиан своего иеретика в конечном итоге. Ну и такое все недоделанное оставил своим потомкам. Вот так. Невозможно защищать страну руками христиан. А страна, она не христианская. Вот так. И все говорят, а кто будет защищать? Ну вы будете защищать, кто не уверовал во Христа, не родился свыше. Идите, защищайте. А эти люди нам не враги. Вот так. Все. Все. Георгий. Я у себя на занятиях, когда разговаривали, беседовали, я им тоже сказал про войну, что христианин не должен убивать. Они как поднялись. Отечество защищать и все такое прочее. Я объяснил про Отечество, что есть земное, есть небесное. И про Евангелие я это все сказал. А потом еще я добавил от себя. Я говорю, вот смотрите. Вот больнослужащие, которые служат в армии, идут на войну, защищают там Родину, Отечество. У них на шапках, на голове, на лбу, в области лба, на шапках, что какой знак, звезда. У кого мы звезду видим еще? Пентаграмма звезда на лбу. У кого? Ответьте. У дьявола. Это не одно и то же раз. Это не связано. Я говорю, вы подумайте, как это, почему это совместилось так. Дальше пошли. Давайте дальше. Где еще звезду мы видим? На братских могилах, где солдаты воевали, убивали, погибли. У них звезда на братских могилах. Звезда и звезды. Вечный огонь. А что мы, верующие, которые читают Библию, что мы знаем про Вечный огонь? Ну-ка, давайте, отвечайте. Вечный огонь. Что это Вечный огонь? Это гиена огненная. Это гореть в аду. Вот это все прямая связь, говорю, здесь. Я-то ничего не придумываю. Это все так и делается. Это все по Богу. Говорю, опровергайте, если можете. Но учтите, каждого это ждет Вечный огонь. Кто захочет убить. Земное отечество, брат, это мотяжка. Про земное отечество ничего не говорится такого важного. Да, есть небесное. Конечно, конечно, небесное. Вот о шоу. Брат, там Игнать Тихонов, чувак утянет. Время, 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 кончилось. Вот впереди, когда говорили про предательство Иуды, был митрополит Григорий, Санкт-Петербургский, дореволюционный. Он говорит, первое предательство сделал Христос. Он предал то, за что они держались. Слева, справа, министрами будут. И вдруг ничего этого нету. И поэтому на предательство Иуда ответил предательством. Вот еще какая мысль. А теперь о Константине. Как только объявили христианство государственной религией, сразу же собор, и на соборе первое решение. Ария других сослать. Константин, он язычник был. Он только уже перед смертным часом крестился, его крестил еретик. Еретический епископ. Так вот, здесь он сказал, нет, садитесь за стол и решайте, кто прав. А православные сразу же опять то, что делали язычники, они все переняли. Вот некоторые добавочки. Да, хорошее предательство креста. Он действительно не оправдал их ложных надежд. Вот Иван Ямшанов поднимает руку. Кто руководит-то? Дайте слово. Да он не будет вопрос задавать, у него свое что-то. Он почему-то в конце всегда начинает. Игнатий тихо начинает, ровно начинает. После часа. Вы пораньше руки поднимайте. Иван, у вас микрофон выключен. Включите. Там внизу три кнопки. Одна из них микрофон. Ее вот надо включить. По-моему, не успевает просто. Ладно, извините. Сегодня было у меня общение с Михаилом Козинником. Он постоянно Библию употребляет в своих речах. У них 200 с лишним тысяч человек на канале. И на телевидении иногда выступает. И всегда они... Я могу, вы звоните, хоть зайдите. К нам. Он говорит, да я Библию лучше вас знаю. Я 50 лет ее изучаю. И как начал мне фургу какую-то порочь, что Иуда, и все, кто распяли Христа, это настоящие друзья Божии. Они же часть плана Божия исполнили. Их чуть ли не канонизировать надо. Какие они молодцы. Я говорю, а что ж тогда Иуда-то удавился, если он такой молодец-то? Ну, а это нет у него, понятное дело. Ну, что попало, выдумывают люди. Как страшно, без толку. Постоянно что-то. Вы сталкивались, Игнает Тихонович, с такими точками зрения? Что-то можете сказать по этому поводу? Повтори, что именно? Повтори, что именно? По поводу того, что Иуда договорился, ну, как мы утолкователя тут читали. Ну, бреди и пьяных старух. Николай, бреди и пьяных старух. Больше ничего нет. Аминь. Это слова Иоанна Златоуста. Так, что же, вопросы... Вот мы искали, Игнает Тихонович, искали место Писания, подскажите, вот человек, который принял крещение и согрешил. Там есть место Писания, где написано, что даже отпавших, то даже покаянием практически невозможно вернуть. Есть какие-то места Писания на эту тему, когда отпадает человек и потом возвращается? 52-е апостольское правило надо прочитать. Кто-нибудь, прочитайте. 51-е, 52-е. Сейчас прочитаю. Апостольское правило, 51-е, 52-е. Сейчас, так. 51-е, 52-е. Если епископ или присвитер или дьякон, или кто-либо из находящихся в списке священнического чина отказывается от брака, мяса, вина, не ради подвига воздержания, но из того, что гнушается всем этим, забыв, что все весьма хорошо, и что мужчину и женщину сотворил Бог человека, и клевещет на творение Божьих, улит его, таково пусть или исправится, или будет извержен, или отлучен от церкви. Подобным образом мирянин. Это 51-е. Дальше. 52-е. Если епископ или присвитер не принимает обращающегося от греха, но отвергает его, да будет извержен, «Ибо он опечаливает Христа, сказавшего, радость бывает на небесах об одном грешнике кающемся». Вот и все. Вот и ответ. А что имелось в виду тогда Павлом, когда сказано? Когда находятся в этом, тогда нет жертвы за грех. Он непрерывно грешит, о покаянии уже никакого слова не идет. Он женился незаконно, венщину оставил, а теперь с невенщиной живет. Вот, к примеру, о чем говорится. Он не считает брак грехом, но утонул в грехе. Я хотел добавить немного, когда говорили о последней войне Константина. Последнее у него сражение было с Ликинием, с зятем. И тот, когда через Сиборь переходил там с войсками-то, как-то конь под ним забунтовал, сбросил его, и он утонул. Это перед Максельцем, перед Деклетианом. Деклетиан-то он сам ушел. Его не извергали. Ну, это так, к вашему занятию. А здесь вот так. За стол. Но это не умеем, шестой. Если непрерывно грешит, он грешит и не кается. Нет ни жертвы за грех, но некое страшное ожидание огня готового пожрать противников. Вот об этом апостол Павел говорит, а не то, что тут прямо говорится. И речь идет о правилах. И правила это не для мирских людей, а для церковных. А он не принимает. А ты согрешил. То он извергается из сана. Он должен принять, наложить эпитемию. Самая большая эпитемия, какую я знаю, которая есть, они ее скрывают сейчас. Когда поделили на епархии, и один епископ, а другого какое-то там село или что-то взял, нарушил эти искусственно показанные границы. Даже при смерти не давать покаяния. Не принимать. А дальше, которые отцы были, не знаем, как они могли такое правило сделать. Близи его стоит такое, когда меняется образ, вот это время, одна власть на другую-то. И некоторые переходили на ту сторону, и показывали, где укрылись христиане или где что-то христианское. Отключается на 30 лет. Если там убийство было или что, что. Ну, а дальше просто убийство, 18 лет. Волхвовал 18 лет. Ходил к волхвам, ну, там, к Кашпировскому, к Щебаку на 5 лет. В доме накормил его, призыл. Там, принял его на 2 года. Вот такие самые... Затифы? Да. Вопрос. Как, на ваш взгляд, какое самое сильное гонение вообще может испытать человек на земле? Как Климент Анкирский, в честь которого у нас назван детский лагерь. 29 лет непрерывного мучения. Не сидел. Мучение. И автор добавляет житии, говорит, что, в первую очередь, никто столько не переносил, а во-вторых, у него своего тела не было. Новое наросло. Его на пике насаживали так, чтобы проходило через внутренность и с другой стороны. И он оставался живой. И перед самой смертью его освободили. И во время литургии напали воины и отрубили ему голову. Она только на коже у него висела прямо. Вот там все муки перечисляются, что он терпел. Климент Анкирский. А ваш лагерь сколько раз сжигали и строился он? 18 раз. А потом, когда Потеряевка уже началась, ну, 19, может быть, тогда уже тут не трогали. Рядом люди жилут, а мы уезжали, оставляли шалаши и все сжигали. То есть то, что первое было построено и что сейчас ничего не осталось. Две разных. Да, разные у нас там фотографии остались с того времени. Они у нас, может, видели здесь прямо в трапезной. Здесь, в Потеряевке. Палатки там видно. И шалаши. Каждый шалаш на 10 человек. Они непромокаемые были. Шалаши. Парень один у нас ночью. На двор надо. Он нигде не найдет. А дверка, которая закрывается, это притягивается тоже. Из соломы, это из сена. Из остоки сделано. Ну, такой вот там ширины, высоты, чтобы пролезть и только. Он нигде не нашел. И он тогда начал, ну, а что там? Жерди. А жерди у меня трава длинная. Вот так вот через нее, как шиферины какие-то. Он вылез между этими жердями на улицу-то. Ну, и теперь обратно заходить он не может найти никак, где вход-то. Вот такое было. Ну, вот Климент Анкирский, да, это самое невероятное испытание. Да. Ну, он знал, что его Господь ждет на нем, ему Господь, что обещано ему. Да. А вот еще сильное ведь испытание, когда человека анафеме несправедливо предает, то есть как бы лишает его Царствие Божие, единственной надежды. Ну, вот советские... Вот Златоуста, Златоуста соборно извергли там, откучили. Это, мне кажется, тоже очень сильное гонение. Ну, какие гонения-то, если взять, допустим, от Врач-Менгеля вне у немцев, на опыт и делали. Сколько выдержат в холодной воде, готовили лекарства для таких людей, летчики, если попадают туда. Это же у японцев была особая там, даже часть такая, там, биологическое оружие, где готовили. И все на людях испытывали, сжигали. Отряд 731. Не понял. Отряд 731. Ну да, наверное, так. Об этом сейчас пишут. Игнатий Иванович, я говорил с Максенцием, то, что там крест видел он. Да. И вот после этого, когда он стал от правителя, он вот и выпустил первый вердикт. Да. А потом там больше было. Я вот о чем говорил. Ну, ну. Я не о последних битвах. Да, правильно, все так. У меня вопрос. Вы как только запоминаете? Какая-то методика есть или только Дух Святой? И на него уплывать. Есть методика? Читать все время и любить историю. И рассказывать обязательно. Не надо другим говорить. Молодцы, ребята. А вы уже знали, что вы вылезете. Вот такого содружества в интернете больше нигде нету. Мы не просто содружество, а родня. Проверенная. Крещение полным погружением приняли. Были вместе. Ждем вас, Игнатий Иванович, уже в Барнауле. Соскучились. Давайте вопросов. Если нету, то еще время, 15 минут. Вы можете еще продолжить занятия. Иван Иванович у нас есть. Он сейчас нам скажет что-то. Сейчас вы расскажете. Да, да. Сейчас один вопрос я кратко задам и скажете. По начитке вот. Я понимаю, что вы, скорее всего, Игнатий Иванович, вы когда начитывали, вы это читали уже не первый раз. Ну так это или нет, вы не скажите. Это первый момент. Второй момент. Я читаю, когда, если начитываю, ну как бы, я просто камеру включаю, я не читаю это начиткой. Ну просто думаю, что мне, как будто бы жизни не хватит, если я буду это начитывать, там сам три раза прочитав до этого. И поэтому сразу включаю. Вот делать это или не делать все-таки. Думается, что лучше делать. И главный вопрос, это насчет стихотворений ваших. Я все не могу никак в голову себе объяснить это. Каким образом у вас там столько мест писания напротив каждой строки? Вам это сразу высвечивалось? Или как можно это удержать вообще в голове? Столько стихов, и везде места писания указаны. Ну понимаешь, что... Как это происходило? Три вопроса задал. Мне уже не ответить на три-то. Время не хватит. Ну вот по порядку. Давай с обратной стороны. Вот стихотворение, допустим. Да, так. Во время, когда я молюсь, а у меня рядом бумага, пачки лежат. А мы молимся, и у меня вот как бы проплывает строка. Я не вижу ее. Я ее чувствую. И произношу со знаком припинания, какой нужен вот. Я когда дорога иду, вот размышляю. Не просто так, что я вижу. Я думаю конкретно, слагаю, допустим, пропоть на такую-то тему, которую, что перед собой вижу. Несказанные проповеди. У меня там их, может, десятки тысяч. Предложение за предложением. И здесь я вижу первая строка стихотворения. Я сразу ее записываю во время молитвы. Бывает, ну еще не кончили молитвы, у меня вторая строка как бы проплывает. Как бы. Я второе. Все. Это два стихотворения будут. Каждое стихотворение, девять куплетов. По четыре в куплете строчки. Девять и четыре, тридцать шесть строчек. Я не вижу знаки, какое место Библии. Когда вот это, пишу три тысячи четыреста шестьдесят семь стихотворений. Это четыре тома по восемьсот страниц. Тут вверху, донизу. Эпиграф каждому, это я уже сам, когда написано. Ни одной помарки на черновиках нет. Я пишу с чистого листа, как будто бы. Я не могу это объяснить. Просто не могу. Это было десятого ноября две тысячи одиннадцатого года должно быть, да. Я последнее стихотворение написал и сказал, больше не пишу. А это все написано было за девять лет. Три тысячи четыреста шестьдесят семь. Есть стихотворение, где напротив каждой строчки я указываю, какая книга, глава стих, откуда взята мысль. Это уже после этого. Я не вижу, а знаю Писание. И вот, допустим, вот сейчас выставили сегодня о десятине. Видите? Тридцать шесть раз надо открыть Библию. Это минимум пятнадцать минут тебе надо, чтобы прочитать. А там все сказано. И торговли не будет, и что-то от Бога, и что ты должен распространять это, что Бог соучастник нашего дел в Ветхом Завете, в Новом. Земля Божья осталась, вода Божья. Я Божий. Небо Божье. Все. И Бог только соучастник. И не требует он все отдать, а одну десятую часть. Но я поэтому пошел дальше, что наше богослужение, если два часа в субботу, это 120 минут. Десятую часть должно быть богослужение. Двенадцать минут. Двенадцать. А остальные минуты сейчас на проповедь. Как было у первых христиан. А у нас все сто процентов считается, считается, ничего не понимают, не по-русски. Это, ну, понятно как. И вот теперь относительно стихотворения. Я говорю как. Ну, у меня знакомый человек был и говорит, а куда вы черновики делаете, деваете? Ну, куда? Я их просто барбабрасываю. Да вы что делаете? И у меня сохранилось их. Это означает, вот когда продают А4, бумага печатная, которая в предприятиях печатает, семь пачек по пятьсот листов, семь пачек, сверху донизу карандашом стихотворение написано, еще сверху несколько там есть. Это невозможно. Люди, не понимающие, спрашивают, ну, а что это за цифра? Много или нет? За всю жизнь сколько написал Пушкин, Лермонтов, Некрасов, а Александр Блок? Да как это несколько меньше еще у них. Вот и все. И черновики лежат у меня, есть, ну, я не знаю, на сколько, может, на две тысячи стихотворений. Ни одной по марке нету, это черновики. Пушкин там перечеркивает, так, я попробовал так и вернулся к тому первому варианту. Другой раз хочется подправить, ничего не получается. Необычно это, я в литературном институте, когда считал, там по одному разрешали считать стихотворения, а меня заставили четыре. Я на память просчитал. Лева Шанин вел занятие. Ну, это, видишь, я не, ничего себе не приписываю. потом добавляли, да? Места писания, потом сами добавляли. Я добавлял места писания, потом. Когда уже стихотворение написанное, проходит, может быть, день-два, когда у меня время свободное, я сажусь и напротив каждой пишу, какая глава, какой стих, какое, мне ни симфонии нет, ничего, я просто помню. Вот у меня Надежда Васильевна, она учительница, и она знает правила, какие, а пишет все равно с ошибками. Где запятую поставить, она правила, я правил не знаю ни одного, я просто запоминаю все. Вот как считаю в Салтыре, где знаки стоят, я в следующий раз это переписываю и там ставлю знаки. Они у меня остаются здесь без правил. И ошибок практически мало. Вот я знаю тут, у нас тут Ирина Кондратюк, вот, здесь помогала Ксения Юрова, там, видимо, там много что найдено. Это, корректоры были другие, я не был там корректором. Ну, все равно выправляются, тут сотни там запятых, где е, надо ее, ее, мое. Для памяти кто не знает, когда Александр Исаевич Солженицын узнал, что готовится полное издание его произведения, он сказал, условие одно, где е, чтоб все перевели на е, почему буквы ее исчезли, и в Библии буквы ее нету. Это ничем нельзя объяснить, я нашел только одно объяснение, это для того, чтобы выловить всех шпионов, которые за рубежа, им никогда не запомни, где е, где е, только для одного. Там какой еще вопрос-то был? Про начитку, с первого раза пьян, да, я понял. Вот я насчитывал в 80-е годы, насчитал примерно 50 томов. Первое, конечно, Библия. Это не просто считать, а начитывать. Вот включаю я, ну, размер катушки 375 метров, 8 часов 20 минут. Каждая дорожка, 4 дорожки, 2 часа 5 минут. 2 часа 5 минут я не могу остановиться, надо просчитать с выражением. Это не просто считать, а это пойдет в массу. Оригинал готовишь, оригинал один. Я считаю Златоуст, а у него в каждой проповеди, ну, меньше 30, кажется, нету ссылок, приводят места писания из Святой Библии. Но все на славянском. Мне остановить это нельзя. Можно, конечно, было перед тем, как считать, насчитывать и выписать и сверху как-то написать. Я этого не могу сделать. Книги не мои. Я считаю, и как только оно видно курсивом написано, наклонной буквы, я так вот глаза делаю, как бы мысленно, и голову я не кручу. Я вижу, называется чтение по диагонали. Я вижу, что он там говорит, и сразу перевожу, как в синодальном переводе. Вот сколько у него там встречается в житиях святых у Дмитрия Ростовского, то же самое. Как доходят места Писания, он по-церковно-славянски. Я не могу магнитопон остановить. Я смотрю, досчитываю последнее, что из Библии взято, и я уже заранее знаю, какие надо говорить слова. И цитирую, и дальше опять считаю по-русски. Опять Писание, я опять, я ни разу не остановился, чтобы открыть. Это невозможно все понимать, но это делает Господь, я своего ничего нет. Я повторяю, у меня нет религиозного, нет гуманитарного образования, у меня есть желание и любовь. И Господь позволяет совершенно необычные дела до конца доводить. С тем же детским лагерем 45 лет директор, это не два года и ни одного повреждения. Строжайшая дисциплина, исправление, наркоман, ребенок навсегда оставляет это. Ни драк, ничего нету. Как это? Из года в год приезжают. Это все Господь, а волонтеры какие, кто помогали, занятия Игорь Владимирович вел, ну, кто был. Надо накормить, должны быть продукты, охрана, ночью, как. Володя был рядом с вами, Паченко. Да, Володя много лет тут был. Галя Загуляева здесь у нас на занятии. да. Стучат, стучат, Игнать Тихонович к вам. Стучат ко мне? Ну, наверное. А где стучат? Никого нет. Стук прошел. А? Ну, стук прошел, какой-то стук, прям такой, конкретный. Ну, не знаю. Сейчас дверь. Сейчас гляну. Никого не видно, нигде. у меня заперто на ночь уже. Веранда заперта. Сенки. Значит, у кого-то другого. Ладно. А? Ну, значит, у кого-то другого. Может, у другого. Это вообще что-то не... Ну, Игнать Тихонович, вы же понимаете, что это невозможно, что вы говорите сейчас. Что? Я... Ну, невозможно вот так... То, что вы говорите, что переводить все места церковь славянской на русский, это невозможно делать? Ну, 12 томов я насчитал. Это же 5 томов добротолюбия. Точно так же. И 12 томов жития святых. Григорий Диченко также насчитывал. Там я не знаю на каком он местописании. 4 тома. Каждый том где-то по 800 страниц. Это... Перед тем, как насчитывать, я постился, поехал к архиерею. Был Докукин, фамилия его, архиепископ Гедеон. Благословился. И тогда насчитывал. Когда я насчитывал, у меня как тонн-студия была. Вся комната. Вместе как зайдешь, откроешь дверь. Все. Больше ничего нет. Все здесь. И туалет в одной комнате. Тут прием гостей. Тут мастерская. Титон-студия на 12 магнитопонов. Маяк 205 большие. Как этажами. Тут же печатная машинка. И тут же я насчитываю. Очень хороший Гавриилов был отец. Сделал мне вот так вот и два микрофона перед головой. Это перед ртом. И вот так все это было. Вся комната. 12,8 квадратных метра. Примерьте к своим. И вы увидите. Это у меня сколько было. 11 человек могли ночевать и ни одного на полу не было. Все везде этажами. Вон сейчас видать. это этажа. видно я показываю. Называется палати. Ну можно сказать нары. Там как угодно. Ну палати звали. Вот так. Нельзя было там и не кашинуть ничего. когда я считаю. Матрас вешал одеяло на окно. Одно окно. И все. 12,8 квадратных метра. Все. Надежда Васильевна тут тапочки шьет. Мастерская тоже. Тут же трапезная. Тут же столовая. Кухня. Все в 12 метрах. Вот поэтому я сейчас где живота скворечник называю. Тоже небольшое. Ну раз два три четыре пять шесть. Шесть кроватей. Шесть. Если когда переночевать надо два человека на каждую можно ложиться. Они широкие специально. Печь я сам делал. Ну вот так. Иван Яшманов ну скажите что вы хотели сказать то. По поводу Иуды помните его сатана вошел в него именно во время Тайни вечери он сребролюб вор видимо сребролюбие в то время поощрялось видимо а то что вор они заплатили жертвы каждый за свои грехи там три раза в год и поэтому сатана именно вот входит в него на тайну вечер именно за то что он решил предать уже не то что там он вор был сребролюбивый правильно я нет сам самое самое трудно насчитывал это Симеон новый богослов Исаакин сирианин обычно вот я говорю 2 часа 5 минут без остановки их если насчитывал труды как-то сколько было всего это выразить нельзя батюшка позвонит как дела то да ладно на полу на полу это значит спать не ложусь а сутками неделю только сидя и как только переписка идет и уже последний ракорд называется первый белый приклеенный ленточкой в катушке а последний с той стороны красная и она тогда захлопает и я сразу просыпаюсь я слышал хорошо перезарядил и сразу опять заснул а Исаака Сирена считал когда Семена нового богослова я выпью настой мед и сразу ложусь минут 15 отдохнул тогда начинаю считать полностью как будто у меня мозгов нету на вынос чтобы просчитать с выражением вот какое дело архиепископ Василий Бересельский писал хорошо знал греческий язык Пеофан Затворник и он когда переводил много и стал переводить Симеона нового богослова и он остановился и народу нельзя давать это почему все поймут что они неверующие я у него это впервые просчитал не решился перевести для народа под таких говорили что это ангел во плоти или человек на небе их характеристика Исаак Сирианин вот два которых я знаю а Златоуса легко считается Василий Великий там и Прим Сирин Игнатий Бринщининов я там все насчитывал в общей сложности примерно 50 томов по 700 с лишним страниц в это время у меня на сон уходило два с полной часа дальше уже не потянул А я помню Игнатий Тихонович я помню как вы рассказывали что когда засыпали вы открывали окна нет да какие окна одно окно когда ну большие стекла такие и там вставили вентилятор это Леонид Ильич назвали Алеша его Речкунов Гавриилов отец и на улицу и там люди то не понимают что за запах такой а ферромагнитный слой с пленки так когда слушать на 4,7 сантиметра в секунду а записывать 19 сантиметров 30 скорости и сразу две дорожки в одном направлении две в обратном и 10 магнитофонов одной кнопкой все срываются одной кнопкой останавливаются а он сделал мне доильный аппарат называл и дышали этим еще в частном домике в этой квартире несчастный это барак такой и вот сколько удалось сделать вот я мне надо насчитывать достал я не просто насчитывал я вот допустим 12 томов жития святых это январь февраль до декабря хотя счет идет от марта у них но на каждый день 365 дней святые бывает первый век пятый пятнадцатый так я из всех выбрал сначала первый век насчитал с новой катушки ну допустим первый век там можно посмотреть сколько там пять катушек или сколько второй век третий начинается с первой дорожки о которой там места не дописаны были я туда записывал находил святых отцов про которых прочитал их труды то есть впервые в мире получила жития развернутая картина церкви за 20 столетий по числам по месяцам по годам первый век второй век третий четвертый ну я знаю тут Вячеслав занимался этим он знает это и составить каталог на все вот на сайте был то у вас был каталог только а вы еще сделали что теперь нажимаешь на это имя святого и сразу на житие попадаешь да и теперь у каждого показана цифра сколько страниц жития ее книг нету а там стоит графа одна сколько страниц вот самая большая 51 страница про Серапима Старопского про апостола там 18 Петра и Павла на двоих это понятно куда уже уклон пошел у меня вопросы есть ни один священник не ответит вот бывает какое мученик исповедник там ну разное название там есть а вот есть один человек его прозвали апостол для апостолов при жизни апостолов нашелся человек который апостол для них сделался апостол мы церковь так и говорят апостол для апостолов кто знает кто это кто достоился один один человек на 1173 на 1173 три житья только один человек удостоился этого звания кто абсолютно правильно так вот вопрос а Мария Египетская у нее одного дня не было христианского ни одного но когда считает канон Андрея Крецкого каждый год считают биографию жития Марии Египетской и за 47 лет которой она была она никого там и не видала в пустыне и у ней подражателя нету за 1200 лет ни одного ни одного и как кого призывать то за нее еще скрылся патриархин так я сейчас заканчиваю да вот такое дело почему сколько раз говорю почему когда считают канон Андрея Крецкого не просчитать жития Марии Магдалины нет Марии Египетскую считать когда у нее подражателя не было ни одного никого вот ответы которые дать почему я задаю вопрос я то знаю почему ну что все который льву проповедовал один такой святой есть тоже единственное кому льву проповедовал и тот самоубийца оказался это Герасим одному льву проповедовал этот льв оказался самоубийцей а Герасим Петрович Павский один из самых лучших переводчиков сенадального перевода Евангелие от Матфея Псалтырь он даже нигде не числят воспитатель царских детей профессор духовной академии биографию считать без слез нельзя и что монахи монахи все душили и глушили его даже никто и не знает а Герасим того который у льва за носу вытащил и он на нем воду возил а когда он умер лев огорчился поднялся на лапу ударился об земли и умер один лев только был у него в прихожанах и тот самоубийца его чтут святой наверно надо молиться уже все время это ушло Игнатор Тихонович а вам даже мухи не повинуются все время долбить приходится нету святости у вас нету нет так они новые тех то нет уже они новые залетают и не знают пока ознакомятся я уже колощу Ивану ты ответ не дали насчет Иоги но ты я ответил неправильно конечно неправильно конечно думает что там говорить не так все так что молиться надо выбрать кого-то обязательно выбирайте вор есть вор слебролюбие корень всех зол так а вот Георгий Байдуков здесь вот сейчас пропою достойно и вы кратко помолитесь поблагодарите и в конце прославьте святую троицу и громко скажите аминь и кто согласен все говорите аминь тогда молитва делается нашей как апостол Павел говорит в послании Коринфянам первым по славу Божию достойно есть якова истину блажите тебя Богородицу призноблаженную и пренепорочную и матерь Бога нашего честнейшую херувим и славнейшую без сравнения серафим без истления Бога слово родшую сущую Богородицу тебя величая Господь Сидержитель слава тебе благодарю тебя Христе Божий за возможность слышать слово твое святое и внимать крепким дверям братьям славя тебя Боже за угодников твоих святых отцов нашей церкви труды которых доступны и удобно понимаем как никогда ты указал мне и достойным истинный путь и не покинул меня беспечно великое место я на нас грешных тебе Боже слава честь и поклонение Отец Сын и Святой Дух Аминь 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 Аминь